Лариса Николаевна, добрый день! Относительно недавно в Москве открылась еще одна автономия народа морей. Кто создатель и чем будет заниматься эта автономия? Всегда для меня была задачей непростой — это учредить автономию морейцев в Москве. В Москве очень много морейцев, очень много морейцев не только из Мариэл, но и из других регионов России. И замечательно, что наконец-то вот это событие у нас осуществилось, что оно состоялось. Избран очень всем известный человек Владимир Иванович Актанаев, бывший первый заместитель министра культуры, директор театра, народный артист Республики Мариэл. И его знают и морейцы, живущие в Москве, его знают и морейцы в других регионах. И я хочу сразу сказать то, что в Москве ведь несколько групп морейцев, они общаются между собой, кто по интересам, кто как земляки какого-то региона и так далее. Поэтому задача была объединить всех морейцев. И на учредительную конференцию пришли люди разных групп. И ветераны были, и молодежь была, и те, кто в Москве живут, более 20 лет были. И даже были с детьми, семья была с маленьким ребенком, потому что они интересуются культурой, они сохраняют культуру. Хорошо то, что у нас есть место, где собираться. Вот здесь я хочу сказать отдельно. При поддержке Федерального агентства по делам национальностей год назад, но уже чуть более года назад, в Москве открылся Дом народов России. И всем 23-м федеральным национально-культурным автономиям выделены там отдельные кабинеты. Кабинет у морейской автономии тоже есть. И сейчас он обрел своего непосредственного хозяина. То есть это кабинет федеральной национально-культурной автономии. Но там будут в основном собираться автономия московских морейцев. Лариса Николаевна, вот автономия есть в нескольких регионах. И в каждом регионе они ведут свою работу. Они как-то пересекаются? Да, они пересекаются. Мы работаем вместе. Мы проводим несколько мероприятий в году, когда приглашаем представителей других автономий. Конечно, это непросто сделать. Это, во-первых, материально непросто сделать. Но мы второй год выигрываем субсидию Федерального агентства по делам национальности. В этом году Федеральная национально-культурная автономия морейцев выиграла 3 миллиона 600 с лишним тысяч рублей на проведение вот мероприятий, подобных мероприятий в регионах России, где народ Мари проживает компактно. 10 регионов мы должны объехать, посетить, провести разные мероприятия. Мы как федеральная автономия, регионы как региональная автономия. Мы просто здесь объединяем свои силы. И, конечно, в каждом регионе, я вот это хочу сказать, что любое мероприятие проводится при поддержке региональной власти. Конечно, вопрос сейчас сложный. Это ситуация санитарно-эпидемиологическая. Вот мы сейчас должны буквально в ближайшее время проводить мероприятия в Кировской области, но пока вопрос открытый. Возможно, будем переносить это мероприятие на неопределенный срок. Вот мы успели провести сейчас три мероприятия по плану нашему. Как проведем остальные, покажет ситуация. Планируются мероприятия в Республике Крым и городе Севастополе. Планируются мероприятия в Салихарде, Ямало-Ненецкого автономного округа, в Тюменской области, в Сверловской области. То есть вот такая география. Но, опять же говорю, как ситуация будет складываться. Но ведь в Морел тоже запланированы какие-то встречи, фестивали и конкурсы. По нашему плану должно пройти два межнациональных таких больших мероприятия в Республике Морел. Это первое. Уже теперь становится традиционным. Территория Согласия, который будем проводить в Раздолье. Туда съезжаются представители всех общественных организаций, всех народов, проживающих в Морел. Здесь надо отметить. И студенческие коллективы. Мы все сюда съезжаемся. Много вопросов задают и по работе, в том числе представителям власти. Мы здесь говорим о проектной деятельности. И второе мероприятие, он называется Молодежный интеллектуальный форум. Также участвуют представители всех народов. Ну, хочется, чтобы они больше знали о Республике Морел, о традициях марийского народа, об уникальных красивых местах нашей Республики. А какие проекты у нас сейчас реализуются? Я хотела бы рассказать еще об одном проекте, который мы начали делать еще в прошлом году. Это синтезатор речи. В этом году эта программа будет продолжена. Надо отметить, что это самый дорогостоящий проект из нашей общей программы. Делает этот проект известный миру, марийскому человеку, в техническом, таком, очень продвинутый, в новом, в современных технологиях. Это Андрей Чемышев. Создается синтезатор речи, искусственный интеллект, который будет распознавать марийскую речь. Это все делается для популяризации нашего языка среди молодежи. Безусловно, это первое. Это проект, направленный на будущее. И когда я сегодня о нем говорю, очень многие не понимают, о чем вообще идет речь. Для чего это нужно? Вот нас часто обвиняют, что мы, общественная организация, занимаемся только, извините, поем и танцуем. Далеко не так. Поэтому вот этот синтезатор речи, эти новые современные технологии позволят заинтересовать ребят, знающих язык, плохо знающий язык, не знающий язык, узнавать марийский язык, изучать его, понимать его, учить этому своих детей. Я хочу сказать за этим будущее. Лариса Николаевна, и все-таки с какими мыслями и намерениями люди вступают вот в такие автономии? И что они из этого в дальнейшем получат? Что имеют? С какими мыслями они подключаются к этой работе? Это лучше задать этот вопрос им. Но по прошествии вот этого уже времени, я хочу сказать, мы сделали абсолютно правильный шаг, приняли правильное решение, мы создали автономию народа Марии. Надо отметить, что из всех финно-угорских народов сегодня это единственный народ имеет федеральную национально-культурную автономию. За нами, я не могу сказать, что за нами будущее, но то, что мы имеем возможность объединяться, работать и к этой работе привлекать все больше людей, проживающих в других регионах, но этнических марийцев, я говорю это однозначно. Лариса Николаевна, спасибо большое за беседу и ответы на наши вопросы. До свидания.